Тема номер 12. Транспорт. Какие виды транспорта наиболее предпочтительны для России в современных условиях? Каково значение транспорта в России? Важнейшая особенность транспорта заключается в том, что он сам не производит продукцию, а только участвует в ее создании, перевозя людей, снабжая производство сырьем, материалами, оборудованием и доставляя готовую продукцию потребителю. Транспортные издержки включаются в себестоимость продукции. Продукции лесной, угольной и ряда других отраслей могут достигать половины ее себестоимости. Транспорт имеет особо важное значение в России с ее огромной территорией и неравномерным размещением ресурсов. Население производства связывает единый народно-хозяйственный комплекс разной регионы нашей страны. Транспорт создает условия для формирования местного и общегосударственного рынка для связи России с внешним миром. С возрастанием роли транспорта в хозяйственной и общественной жизни страны возрастают и требования к его работе – скорости, надежности, безопасности, четкой информации о месте, местонахождении груза и т.д. Каковы отличительные черты транспортной сети страны? Прежде всего, резкое различие – контрастность западной и восточной частей страны по транспортной обеспеченности, рисунку транспортной сети, значение отдельных видов транспорта в хозяйственной жизни. В целом, на территории России преобладает широтное направление движения сухопутных видов транспорта – железнодорожного, автомобильного и трубопроводов – и меридиональное направление речных путей по течению Волги, Печоры, Северной Двины и Великих Сибирских рек. В нашей стране сложились три основных магистральных направления транспортной системы. Первое. Широтное сибирское направление запад-восток включает железнодорожные, трубопроводные и частично водные пути. Второе. Меридиональное направление север-юг через центр страны, образованное преимущественно железнодорожными путями, выходит за пределы России на Украину, Молдову и Республики Закавказья. Меридиональное Волга – кавказское направление север-юг по Волге, железнодорожным и трубопроводным путям, связывающие по Волжье и Кавказ-центрам, Европейским Севером и Уралом, а также со странами Средней Азии и Казахстаном. Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? Железнодорожный транспорт занимает в России ведущее положение. Им перевозится свыше 40% грузов и более трети всех пассажиров. Это самый дешевый вид пассажирского транспорта, но он еще более эффективен при перевозке грузов на дальние расстояния. Главное его преимущество – надежность и регулярность. Ведь он практически не зависит от времени года, суток и погодных условий. В отличие от водных видов транспорта, для железнодорожного характерно относительно свободное размещение. Препятствием служат лишь горные территории. Перевозка автомобильным транспортом обходится во много раз дороже, чем железнодорожным. Но он обладает высокой маневренностью, возможностью доставлять грузы непосредственно потребителям, без промежуточных перегрузок. Автомобильный транспорт осуществляет основные перевозки в городах и пригородах. А дальние в основном в северных, восточных и горных районах России, где отсутствуют другие виды сухопутного транспорта. Эффективность его работы во многом зависит от густоты и качества автодорог. Морской транспорт России обслуживает в основном внешнюю торговлю. Перевозки между российскими портами незначительны. Единственный район, в котором важную роль играют внутрирайонные морские перевозки – Дальний Восток, где и северо-восточные территории – Чукотка, Камчатка, Магаданская область – снабжаются всем необходимым из портов южной части района. Крупнейшие порты на Черном море, Новороссийск – в основном экспорт нефти. Керчи, Феодосия торговые. На Балтийска, Санкт-Петербург – переработка разных грузов, в том числе экспорт леса, металлов, удобрений и другое. Усть-Луга – экспорт угля, нефти, леса, удобрений, Приморск. Экспорт нефти на Белом – Архангельск, экспорт леса. На Баренцевом море – Мормонск, экспорт апатитов, руд, металлов и т.д. На Дальнем Востоке – крупнейшие порты Владивосток и находка разнообразной грузы, в том числе экспорт угля и леса в Японию. Речной транспорт. Специализируется в основном на перевозке минерально-строительных материалов – песок, щебень и другое. Составляет более трехчетвертых всех его грузов. А также на сезонных грузах зерно, овощи бахчевые. Большая часть перевозок приходится на Волго-Камский бассейн. Но самое важное значение перевозки по рекам имеет там, где нет никаких других дорог, особенно на крайнем севере. Авиационный транспорт охватывает перевозками практически все районы страны. Он перевозит срочные грузы, скоро портящиеся продукты. Но объем перевозимых грузов относительно невелик из-за его дороговизны. Важнейшая задача авиационного транспорта – перевозка пассажиров на дальние расстояния. По объему пассажирских перевозок он занимает третье место после автомобильного и железнодорожного транспорта. Трубопроводный и электронный транспорт трудно рассматривать в отрыве от своих отраслей. Эти виды транспорта описаны в следующих параграфах, посвященных соответствующим отраслям. Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? В настоящее время российские порты обеспечивают немногим более половины потребностей страны. Две трети из них не могут принимать крупнотоннажные суда. Многие замерзают зимой, что тоже затрудняет их работу. Требует обновлений сильно обетшавший торговый флот. Значительная часть судов имеет почтенный возраст, превышающий десятки лет. Многие жизненно важные магистрали страны своими отдельными участками оказались на территории соседних государств. Например, на территории Казахстана оказались отрезки Транссибирской, Южно- и Среднесибирской железнодорожных магистралей. Возникает необходимость строительства новых дорог, чтобы главные транспортные пути находились в пределах нашего пространства. При автодорожном строительстве в СССР первостепенное внимание уделялось магистральным дорогам и недостаточное местным, внутрирайонным, сельским и т.д. Из-за бездорожья многие населенные пункты остались отрезанными от других районов страны. Связать каждый населенный пункт с единой транспортной системой страны – актуальная задача современности. С ростом числа автомобилей в крупнейших городах России в последние годы возникли серьезные экологические проблемы. Автомобильный транспорт – сильнейший загрязнитель окружающей среды. В ряде городов он дает до 90% вредных выбросов в атмосферу. Поэтому необходимо принимать срочные меры, направленные на снижение вредных выбросов автотранспорта. Выводы. Огромная территория России может быть связана воедино только при надежной и четкой работе транспорта. Из любого населенного пункта его жители должны иметь возможность в любое время выехать в любое необходимое место для работы, отдыха, лечения, получения услуг для продажи своей продукции или для закупок товаров. Словом, по любому поводу. Интенсивные контакты между людьми, между жителями разных районов и поселений, возможность товарообмена между ними – необходимое условие развития общества. Без этого невозможны и ощущение единства России и реальной целостности нашего государства. Ключевые слова и выражения. Транспортная сеть. Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт. Морской транспорт. Речной транспорт. Авиационный транспорт. Трубопроводный транспорт. Электронный транспорт. Он умonceșнил. Авиационный транспорт. Он умстил.